Здравствуйте! В этом практическом занятии мы обучим нашу первую нейронную сеть с помощью библиотеки PyTorch. Научимся переводить данные в вид, требуемый для обучения нейросети, объявлять архитектуру нейросети и писать код для ее обучения. Поехали! В качестве датасета для нашего занятия мы возьмем CIFAR10. Это датасет картинок размера 32х32, разбитый на 10 классов. Примеры картинок из датасета можете посмотреть здесь. Для начала, как обычно, импортируем библиотеки, которые могут нам понадобиться. В библиотеке PyTorch есть модуль Datasets, где лежат некоторые известные датасеты. CIFAR10 — один из них, поэтому нам не требуется загружать никакие файлы отдельно. Можно взять этот датасет из модуля Datasets. Датасет, как всегда, будет разбит на две части — train и test. Они загружаются по отдельности. Вот так выглядит функция загрузки. Первый аргумент — это путь на диски, куда датасет будет сохранен после загрузки. Root равно data. Аргумент train означает, тренировочный датасет мы грузим или тестовый. Download true — значит, что мы хотим загрузить датасет из библиотеки PyTorch на диск. Еще один аргумент transforms отвечает за то, какие преобразования будут применены к картинкам датасета при загрузке в переменную trainData и testData. Все возможные преобразования лежат в модуле transforms. Здесь мы из преобразования указали только toTensor. Оно при загрузке переводит картинку в формат тензора. Tensor — это формат представления данных библиотеки PyTorch. По сути, это обычные массивы — одномерные или многомерные, но называются они тензоры. Чтобы работать с любыми данными в PyTorch, нужно данные перевести в тензоре, что мы сделали до картинок. Отлично. Теперь давайте сделаем из переменных trainData и testDataDataLoader. Это такие вспомогательные сущности, которые берут датасеты и могут выдавать данные кусками — батчами фиксированного размера. То есть, если мы зададим размер батча 16 — batch size равно 16 — то каждый раз, как мы попросим у даталоадера очередной кусок данных, он выдаст нам 16 картинок. Аргумент shuffle отвечает за то, будут ли картинки перемешаны перед формированием батчей. Отлично. Мы объявили даталоадеры. Давайте теперь посмотрим на картинки датасета глазами. Попросим у даталоадера batch картинок. Видим, что размерность полученного тензора — 16 на 3 на 32 на 32. 16 — это количество картинок, каждая картинка имеет размерность 3 на 32 на 32. 32 — это ширина и высота, а третий — размерность 3 — это количество каналов цветов картинки. У нас картинки цветные, поэтому канала 3 — R, G и B. Вот так картинки выглядят. Над ними написаны их классы в виде цифр. Ниже в таблице написано, какой класс соответствует какой цифре. Например, первая картинка — лошадь, ее класс 7 — действительно лошадь. Ну все. У нас есть даталоадер, который выдает батчи данных. Теперь мы можем определять и обучать сеть. Импортируем еще некоторые модули из библиотеки PyTorch. Для начала давайте построим простую однослойную нейронную сеть. Объявим класс SimpleNN — Simple Neural Network. Он будет наследоваться от класса NNModule. Это класс библиотеки PyTorch, который определяет все нейронные сети. Первое, что нам понадобится — это еще один класс, который называется Flatten. Класс Flatten будет иметь такую идею, что с помощью него мы сможем переводить картинку из трехмерного тензора в одномерный тензор, то есть в одномерный вектор. Как вы помните, это нужно нам за тем, чтобы уметь скармливать картинку нашей нейронной сети. Поэтому в классе SimpleNN мы объявляем переменную Flatten. Переменная Flatten будет инстансом класса Flatten. И также мы объявляем переменную SelfFC1, FullyConnectedSloy1, который будет просто линейным слоем. Он будет размерностью 32 на 32 на 3, то есть количество чисел в вектора изображения, на 10. 10 — количество нейронов выходного слоя. 10 — потому что у нас задача классификации на 10 классов. Также в нашем классе SimpleNN будет метод Forward. Метод Forward будет отвечать за то, как наша сеть обрабатывает входную картинку. Она будет принимать аргумент x. x — это входные данные в сеть, то есть наша картинка. Что же будет происходить с картинкой? Для начала мы будем применять картинки SelfFlatten, то есть переводить картинку из матрицы в вектор. Дальше полученный вектор мы будем прогонять через наш FullyConnectedSloy, то есть x равен SelfFC1 от x. И, конечно, нужно не забыть про функцию активации. Как мы помним, для задачи классификации на много классов функция активации, которая используется — это f.softmax. Все. Сеть мы объявили. Теперь нам нужно завести нашу сеть — net равно SimpleNN. Дальше выберем функцию потерь. Как вы помните, для многоклассовой классификации используется функция потерь CrossEntropy. Она лежит в TorchNN CrossEntropy Loss. Дальше мы выбираем алгоритм оптимизации. Конечно, мы помним, что оптимизация происходит с помощью градиентного спуска. Но градиентный спуск можно реализовать множеством разных способов. Один из самых лучших на данный момент алгоритм оптимизации — это Adam. Он лежит в TorchOptim.Adam. Мы выберем его. И дальше у нас цикл обучения сети. Цикл обучения сети идет по эпохам. Эпоха — это обучение сети на всех данных из тренировочного датасета один раз. Во вторую эпоху мы будем заново прогонять все тренировочные данные нашего датасета через сеть еще раз и обучать ее еще раз. Мы пока что будем обучать сеть две эпохи. Что нам нужно делать? Мы будем во внутреннем цикле просить наш dataloader trainDataEater выдавать нам батчи картинок, которые будут записаны в переменной батч. Дальше мы обнуляем веса оптимизатора. Это обязательно нужно делать по Torch. Дальше мы получаем ответы на батч картинок xBatch у нашей сети. Мы берем net от xBatch. yPret — это наши ответы. Вычисляем функцию потерь кросс-энтропию от выданных сетью ответов и правильных ответов на батч — loss. Дальше backpropagation — вычисление градиентов функции потерь по весам сети. Это делается вот на этой строчке loss.backward. И дальше мы просим наш оптимизатор Adam — градиентный спуск — обновить веса сети с помощью градиентного спуска. Мы будем поддерживать подсчет loss каждые 500-ую итерацию по батчам и выводить на экран среднее значение loss в эпохе. Давайте запустим обучение. Упс, забыла запустить эту ячейку. Давайте запустим обучение. Надо немножко подождать. Итак, обучение закончено. Мы видим, что на последней итерации обучения loss средний по эпохе был примерно 2,266. Окей. Давайте получим ответы сети на тестовых картинках для тестового датасета. Итак, вот пример тестовых картинок. И наверху написаны числовые значения предсказанных классов. Вот для этой картинки с непонятно чем предсказанный ответ — это 3, для этой картинки с лодкой — 8, следующей лодкой — 8 и так далее. Давайте посмотрим на ответы в виде строк. Кажется, наша сеть не очень умная. Она предсказала ответ корабль на первые 4 картинки, ответ лошадь на следующие 2 картинки, дальше опять корабль и лошадь. Ну что ж, мы посмотрели на это глазами, но лучше давайте посчитаем все-таки метрику. Давайте посчитаем метрику accuracy. То есть для этого, как и обычно, нам нужно импортировать эту метрику из библиотеки Scalern и посчитать accuracy score от правильных значений ответов и от того, что выдала сеть. Вот, мы видим, что score не очень хорош, всего 18% правильных ответов. Довольно мало. Давайте попробуем как-нибудь улучшить нашу сеть, чтобы она работала лучше. Давайте, например, сделаем не однослойную сеть, а двухслойную. У меня уже код для этого написан. Как вы видите, тут в объявлении класса SimpleNN появился еще один fully connected слой FC2. И в forward тоже код немножко изменился. Теперь мы после Flatten прогоняем картинку через fully connected слой 1 и через новую функцию активации Relu, которая, как вы помните, чаще всего используется для не последних слоев нейронной сети. И дальше то, что получилось после выхода первого слоя FC1 и Relu, прогоняем через второй слой FC2 и уже функцию SoftMax для последнего слоя. Отлично. Объявим сеть и также запустим обучение. Тоже нужно будет немного подождать. Отлично. Обучение закончено. Мы видим, что loss после этого обучения стал немного меньше, чем после прошлого. Хотя в параметрах обучения мы ничего не меняли. Мы все еще обучаем две эпохи. Код тот же самый. Просто поменяли немного сеть. Давайте посчитаем accuracy. О, он стал уже 0.3, то есть 30%. Это лучше, конечно, чем было у нас 18%. Можем посмотреть, какие ответы выдает наша сеть на некоторые тестовые картинки. Ну, тут что-то уже более разнообразное. Хотя 30% — это все еще не самое лучшее качество. В этом практическом занятии мы научились строить нейронную сеть из слоев и успешно ее обучать с помощью фреймворка PyTorch. В домашнем задании вам предстоит улучшить эту сеть, чтобы она решала задачу классификации изображений цифр еще лучше. Продолжение следует...